Субтитры делал DimaTorzok У меня к вам вопрос по вчерашнему материалу. Можете кратко свои впечатления по шкале от 1 до 10 баллов по понятности и интересности? И насколько сложно было восприятие? То есть, стоит ли поподробнее и более научно, либо более простым языком? Некоторые действия интересны. Давайте прям подряд передадим. О том, где сети есть? Да. Ну, в принципе, было почти все понятно, скажем, про семерочку. Ну, все было хорошо. Спасибо. Я ставлю семерку, потому что действительно было очень много медицинских терминов, и, как я до этого и не знала, и видимо, с ними было довольно сложно. Ну, а так, конечно, это было понятно. Я ставлю семерку, потому что, как я ставлю семерку, мне вначале было достаточно понятно. Я думаю, что, если я более детально принесусь к терминам, то, наверное, ближе к коронавирусу дня уже было достаточно сложно. Спасибо большое. Спасибо. 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 Отлично, спасибо. Хорошо. Спасибо за лекцию. Спасибо за лекцию. Благодарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Интересный материал. Лучше структурировать. Хорошо. Спасибо. Мне не очень было понятно, по поводу субтитарных механизмов. Я понимаю, что у меня много было. В плане, вот, вы рассказывали, нам пошел бы еще два. Мне не понравилось. Наверное, тогда будет все. Ясно. 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 Ну, я, наверное, тоже... Спасибо за лекцию. Наверное, вы соединились к тому удовлетворению, потому что, в принципе, я бы тоже, там, физиологическая, но мне тоже понравилось внимание к симптомам тоже. Это было тоже интересно. Угу. Угу. Здравствуйте. Угу. Угу, у меня касалась farmone и хозяйigung. Угу. То есть, надеюсь. Спасибо. します, спасибо. �сяк. Все, да? Все, да? В? Да, да, хорошо. Я думаю, мы справимся. Спасибо вам всем за фидбэк. Он очень важен, потому что моя задача — рассказать вам, что бывает. Ваш мир, он очень разнообразный, и сейчас обилие всякого рода информации нас атакует. Так как вы находитесь в том возрасте, когда вы выбираете, что вам наиболее интересно и чему дальше посвятить свои творческие усилия и ментальные возможности, которые у вас большие. Поэтому мы вчера немножко растягивали шарик вашей вселенной познанием. Поэтому действительно много терминов, но я это сделала намеренно, чтобы приоткрыть вам дверь того, с чем сталкивается клиницист в наши дни. И то обилие препаратов вызвано тем, что сейчас технологии позволяют нацеливаться на разные звенья патологического процесса, на разные звенья болезней. И сегодняшняя наша тема, она является эволюционным продолжением вчерашнего разговора. Мы сегодня коснемся многого, большого количества заболеваний глаз, несмотря на то, что это маленький орган. Он очень специфичный, и он в нашей жизни играет огромную роль, потому что 90% информации мы воспринимаем с помощью зрения. Те, у кого зрения нет, воспринимают мир абсолютно по-другому, задействуя другие источники и информацию с органов чувств. Поэтому давайте начнем. И я повторю еще раз, что мой угол зрения и аспект будет со стороны практического применения тех технологий, разработкой которых вы занимаетесь на этом практикуме и в течение этого образовательного модуля. Поэтому сегодня терминов будет не меньше, а даже больше. Но я очень надеюсь, что мы без спешки их спокойно рассмотрим, систематизируем так, чтобы у вас появилось более цельное и емкое понимание того, как можно применять аденоассоциированные вирусы для лечения глазных заболеваний. И сразу сделаю акцент на том, что какие-то технические детали и биологические особенности аденоассоциированных вирусных векторов, если у вас возникнут вопросы, то лучше, наверное, их адресовать непосредственно Александру Корабельскому. Я расскажу вам о том, как сталкивается с этой областью знаний клиницист. Эту схему я привожу во многих объяснениях, потому что она очень наглядная. Скажите, нормально видно экран, контрастность, название видны? Или не очень? Отлично. На самом деле можно кивать, если вопрос да-нет, потому что тогда будет мне видно. Значит, смотрите, сетчатка. Так, а мышку мою на экране тоже видно? Или нет? Да, хорошо, отлично. Связь налажена. Значит, смотрите, глаз – это тот орган, который состоит из трех зародышевых листков. И эктодерма, мезодерма, энтодерма. Поэтому ткани глаза очень разнообразны. И это обусловливает сложность тех патологических процессов, которые могут затрагивать глаз. Ну, начнем с того, что треть мира – близорукие. И из-за того, что мы сейчас все в большей степени проводим время с гаджетами, зрение вдаль все меньшую роль играет для человека. И все более значение принимает точность и острота зрения при взгляде вблизи. Конечно, это имеет свои ограничения и остались в профессии, которые требуют высокой остроты зрения, например, те же пилоты. Когда свет проникает сквозь зрачок в радужной оболочке, он проникает через все стекловидное тело и двигается на этом рисунке слева направо и проникает через все слои клеток к клеткам фоторецепторов, которых у нас два вида – палочки и колбочки. Палочки отвечают за развлечение контраста и форм предметов, а колбочки отвечают за восприятие цвета и восприятие мелких деталей, то есть обусловливают своей плотностью остроту зрения. Пигментный эпителий сетчатки защищает фоторецепторы от избыточного засвета. Поэтому, когда мы выходим из темного помещения на яркий солнечный свет, отростки пигментных клеток становятся более длинными, они вытягиваются и закрывают почти всю часть до ядерного слоя. Видите, вот это слой ядер фоторецепторов, а вот эта часть называется наружным сегментом фоторецепторов. И в этом наружном сегменте сосредоточена основная функциональная часть клеток, а их функция состоит в улавливании света и передаче этого сигнала из светового импульса в химический. То есть улавливаемый фотон преобразуется в потенциал действия на мембране клеток фоторецепторов. И вот эти клетки являются чувствительными, а вот эти клетки, которые моделируют сигнал, то есть увеличивают контрастность или гасят какие-то излишние световые шумы, эти клетки уже являются нервными. Поэтому сетчатка, которая имеет 4 слоя клеток, а гистологически выделяют 10 слоев сетчатки. Так вот, 6 из этих слоев это уже нервная ткань, а 4 слоя это рецептивная ткань и защитная ткань. Модулирующие слои содержат горизонтальные клетки, биполярные, амакринные и ганглиозные клетки. Биполярные клетки имеют 2 полюса биполя и передают сигнал от фоторецепторов к ганглиозным клеткам. Горизонтальные клетки связывают фоторецепторы, которые лежат рядом друг с другом и усиливают, контрастируют сигнал у группы клеток. Это называемые рецептивные поля. Амакринные клетки, они являются блокирующими, то есть они содержат в себе тот нейромедиатор, который называется гамг, гамма-аминомасляная кислота. И они также отвечают за помощь клеткам и их питание вместе с мюллерными клетками. А ганглиозные клетки это уже чисто нервные клетки, у них дендриты связаны с биполярными клетками, а аксоны имеют длину порядка 10 сантиметров и оканчиваются глубоко внутри головного мозга в районе наружных коленчатых тел. И там уже зрительный сигнал переходит по лучистости грациоли в зрительную кору, которая находится в затылочной доле головного мозга. Поэтому наше зрение это не только восприятие фотона клетками фоторецепторов, но и обработка сигнала. В последние годы появилась возможность узнавать последовательность ДНК каждого конкретного человека. Если лет 30 назад это было очень дорого, то есть порядка 5-6 миллионов рублей стоило секвенирование генома, то сейчас, благодаря развитию технологий и повышению объемов, стоимость секвенирования значительно снизилась, и каждому конкретному человеку за разумную цену можно провести такой анализ. Что, собственно, и начали делать клиницисты, когда подозревают у пациента наличие болезни вот в этой части сетчатки, то есть в фоторецепторах. На этом слайде приведен схематический рисунок внутренней мембраны наружного сегмента фоторецепторов, о котором мы говорили на предыдущем слайде. И если у нас с вами появится целостное восприятие процесса передачи зрительного сигнала, этот процесс называется фототрансдукция, то вам будет понятна вся логика этого курса, который называется офтальмогенетика, если мы сегодня только касаемся краешком этой большой интересной темы. Собственно, в этом цикле фототрансдукции, циклом он называется потому, что сначала идет передача сигнала и изменение потенциала действия, а потом фоторецептор должен вернуться снова в инактивированное состояние. Поэтому есть еще темновая так называемая фаза, которая возвращает ретиналь снова в активное состояние. Поэтому вот здесь на этом слайде представлены белки, родопсин зеленым, трансдуцин слабо розовым, фосфодиэстераза, это фермент, ионные каналы красным представлены, это связанные с катионные каналы, которые связаны с ЦГМФ, потому что ЦГМФ, циклический гуаназин монофосфат, является регулятором этого канала. Гуанилил циклаза – это тот фермент, который циклизует гуаназин монофосфат, и, собственно, это основные белки, которые участвуют в зрительном цикле. Поэтому, когда свет, то есть фотон, попадает на родопсин, который показан здесь зеленым, и этот белок родопсин является трансмембранным белком, то есть он находится в мембране фоторецептора, и есть 7 доменов, которые пронизывают этот... этот белок состоит из 7 доменов, которые находятся в мембранной части, то есть в мембране, которая содержится внутри фоторецептора в виде мембранного диска. И родопсин содержит на себе такую очень специфическую часть, которая содержит в себе 11 атомов углерода, и эта часть называется ретиналем, альдегид. И в взведенном состоянии эта конфигурация имеет 11-цис-форму, то есть в 11-м положении метиловая группа находится в цис-положении относительно альдегидной группы. Когда происходит восприятие фотона, цис-конфигурация меняется на трансконфигурацию, потому что так энергетически более удобно. То есть это можно сравнить с взведенным курком у пистолета. То есть сначала молекула находится в взведенном состоянии, на нее падает свет, связи разрываются, и молекула начинает быть в более удобном для нее конформационном положении, в трансформе. То есть цис переходит в транс. И этот процесс восприятия фотона запускает каскад всех следующих реакций. И чувствительность нашего глаза обусловлена тем, что каждое восприятие фотона многократно усиливается. То есть один родопсин активирует примерно 10 молекул трансдуцина. Каждый трансдуцин активирует 100 фосфодиэстераз. То есть уже тысячу раз произошло усиление сигнала. И каждая фосфодиэстераза дециклизует циклический гуаназин монофосфат. И каждый фермент уже около миллиона молекул ЦГМФ дециклизует. То есть происходит приблизительно 10 в 12 степени усиления сигнала. И это позволяет изменить конформацию достаточного количества трансмембранных белков, которые перекачивают ионы калия и натрия. И это позволяет изменить потенциал на мембране диска и, как следствие, на мембране фоторецептора, запустив потенциал действия и восприятие света. Поэтому из этого слайда давайте запомним, что есть родопсин, есть рекаверин, который восстанавливает из трансретиноля снова цисретиноля с помощью родопсинкиназы. Есть белок арестин, который моделирует активность родопсина. Трансдуцин состоит из трех субъединиц альфа, бета и гамма. И по латыни трансдуцин кодируется геном ГНАТ-2. Это нам понадобится в дальнейшем. Фосфодиэстераз имеет четыре субъединицы альфа, бета и две гамма. И называется аббревиатура ее ПДЕ. Фосфодиэстераза. Она есть нескольких типов и подтипов. Нас будет интересовать фосфодиэстераза 6-го Б подтипа, которая наиболее часто встречается у млекопитающих и человека. И она наиболее часто, наиболее плотно упакована именно в фоторецепторы. СНГА и СНГБ это те белки, которые в сумме создают вот этот канал. И эти СНГ-белки тоже есть нескольких подтипов. В офтальмологии чаще всего мы слышим и первого подтипа и третьего подтипа. То есть СНГА-3 и СНГБ-3. Гуанилилациклаза кодируются геном ГУКа. И есть еще множество вспомогательных ферментов и белков, которые участвуют в этом цикле. Но мы с вами рассмотрели основные мутации в генах, кодирующие вот эти белки, однозначно приводят к нарушению этого цикла. И соответственно невозможно восприятие фотона правильно. И это ведет к серьезным предсказуемым нарушениям зрения. Поэтому, когда появляются технологии, которые позволяют починить эти белки, то у нас есть зримые шансы изменить жизнь пациента от инвалида до здорового человека. Скажите, есть ли вопросы по вот этому слайду? Стоит ли что-то поподробнее рассказать? Или что-то было непонятно, не слышно? Идем дальше, да? Хорошо. Этот слайд содержит очень много букв. Давайте мы на всех них не будем останавливаться. Этот слайд призван иллюстрировать, что не только патология зрительного цикла, но и патология самих клеток, в которых находятся мембранные диски, тоже может приводить к снижению зрения. Так, значит, сегодня у меня не получается приблизить почему-то. Значит, смотрите, слева на слайде с зеленой частью показан наружный сегмент со стопкой дисков. Их приблизительно полторы тысячи. И в этих дисках плотно упакован родопсин, который воспринимает свет. Диски слущиваются каждый день и примерно 100-200 дисков каждый день распадаются. И 100-200 дисков каждый день возникает новых. Сами клетки, они даны нам на всю жизнь. Фоторецепторы не делятся после рождения. Поэтому у нас приблизительно 140 миллионов колбочек и примерно миллиард палочек. И это весь наш запас клеток. Поэтому за фоторецепторами нужно следить и беречь их. Например, не смотреть без защиты глаз на солнце. Потому что это вызывает выжигание клеток сетчатки. Вот как мы видим здесь, эти стопки входят в клетки пигментного эпителия. Они называются RPE, Retinal Pigment Epithelium. И эти клетки пигментные, они как раз обеспечивают возобновление вот этой части клетки, наружного сегмента. Потому что они поглощают отжившие свой век диски и защищают от избыточного света. То есть пигментный эпителий, он защищает фоторецепторы. Есть несколько мутаций и несколько болезней, которые приводят к поломке именно пигментных клеток. И тогда это заболевание называется пигментный ретинит. Ретина – это по-латыни сетчатка. Ретинит буквально означает воспаление. Потому что окончание "-ит", означает в медицине воспаление. Например, гастрит, ренит, холецистит и так далее. Но, по сути, при пигментном ретините не только воспаление, а в большей степени поломка пигмента. И из-за того, что нет клеток, которые чинят наружный сегмент фоторецепторов, то фоторецепторы быстро погибают. Также очень важно знать вот эту часть клетки. Это соединительный поясок. Он, как видите, самая тонкая часть. Поэтому, если здесь, в комплексе белков, какая-то поломка, то очень быстро фоторецепторы вот так ломаются в этой части. Здесь голубым показано ядро и внутренняя часть клетки, которая передает сигнал уже дальше биполярным и ганглиозным клеткам. На этом слайде показана лишь часть тех мутаций, которые встречаются у пациентов с проблемами зрения. И, как видите, примерно 30% до сих пор неизвестно. То есть, человек теряет зрение и это явно генетическая причина. А в чем именно она заключается, исследователям пока неизвестно. Поэтому здесь еще есть поле для исследований и наука ждет своих героев. Но на три четверти за последние 30 лет ученые уже смогли изучить этот цикл и уже понятно, какие мутации встречаются наиболее часто, какие более редко. Поэтому здесь, видите, справа налево идет по убыванию частоты мутаций. И мы видим, что чаще всего снижение зрения вызвано именно при дистрофии сетчатки геном Уширин, геном РПГР, АИС, Родопсин, так кодируется, РП1, Фосфодистераза 6Б и периферин 31. Здесь я сделаю небольшую ремарку в область нашего названия темы лекции аденоассоциированные вирусы при лечении глазных заболеваний. То есть каждый из этих генов, если он сломан в сетчатке, можно заменить, добавив копию этого гена на носители и чаще всего это аденоассоциированные вирусные векторы, потому что они наиболее безопасны. Но об этом мы поговорим в следующих слайдах. То есть из этого слайда я хочу, чтобы у вас осталась в голове информация о том, что 30% мутаций пока еще не обнаружено. Поэтому, когда мы встречаемся лицом к лицу с пациентом, нам важно предупредить его о том, что мы не всегда можем помочь и 30% есть вероятность того, что мы так и не разберемся, в чем причина, даже сделав самый подробный генетический тест. В чем причина снижения зрения. И то, что наиболее частые гены представлены вот в этой части слайда. И порядка 170 других генов также являются причиной, но они встречаются намного реже. И представьте себе несчастье тех семей, у которых причина снижения зрения лежит в мутациях редких генов. Потому что для частых генов большая вероятность, что лечение будет разработано быстрее, потому что это более частая проблема. А для совсем редких генов это, конечно, непростая ситуация и, возможно, будут применены какие-то другие подходы, необязательно генной терапии, которые будут по возможности сохранять зрение. аденоассоциированные вирусные векторы могут лечить глазные заболевания не только сетчатки, но и других частей глаза. Например, радужные оболочки, переднего угла глаза. И у кого будет интерес, можно будет поподробнее изучить анатомию глаза, посмотреть, как он устроен, чтобы понять, какие белковые комплексы где расположены и какие патологии обусловливают другие несетчаточные проблемы. Но если мы говорим про сетчатку, то классификация ее заболеваний содержит четыре типа. Это синдромные формы, изолированные формы, псевдоретиниты и другие причины. Травма, инфекция, недостаточность витамина А или сосудистые патологии. Синдромная форма это такие виды заболеваний, которые помимо снижения зрения приводят к снижению например слуха и тогда это называется синдромом Ашера или репродуктивной системы и тогда это называется синдромом Барда-Билля. Также метаболические нарушения могут приводить к дистрофиям сетчатки и как мы уже вчера с вами говорили митохондриальные заболевания. Изолированные формы дистрофии сетчатки делятся тоже на несколько разных подвидов прогрессирующие непрогрессирующие и дальше уже по типу изменений в конкретных клетках они либо палочковые либо колбочковые либо затрагивают средний слой сетчатки то есть ганглиозные и биполярные клетки вот здесь мы видим что разные болезни сетчатки пересекаются и как известно из биологии о вырожденности генетического кода также можно говорить и о вырожденности заболеваний сетчатки потому что один и тот же ген может при поломке вызывать либо пигментный литинит либо ночную слепоту это кардинально разные состояния потому что ночная слепота не приводит к инвалидности она стабильно и не прогрессирует а пигментный литинит приводит к инвалидности и собственно со временем человек полностью теряет зрение а ночная слепота это стационарное состояние когда днем человек ориентирован хорошо и поэтому если у человека мутация найдена в том гене который вызывает и одно и другое заболевание конечно человек будет интересовать ответ на вопрос а какой же именно у него диагноз инвалидизирующий или более благоприятный при котором зрение сохраняется я очень надеюсь что несмотря на то что лекция короткая некоторые тайны завесы за этим большим количеством аббревиатур мы с вами приподнимем и но наверное это лучше сделать более понятно и чуть медленнее чтобы не было как вчера несмотря на то что сегодня еще день я надеюсь восприятие у вас свежо значит видите отдельный пигментный ретинит вызывают группа генов да и здесь на этом слайде описаны только изолированные формы это либо врожденный омаврос лебера не путать с метахондриальной нейропатией лебера о которой мы вчера говорили помните это колбочка палочковой дистрофии которые оранжевым представлены это более слабые зрительные нарушения восприятия цветов то есть это наиболее благоприятное течение потому что человека беспокоит только то что он не может отличить оттенки зеленого красного синего цвета макулярная дистрофия это та болезнь которая затрагивает центральную зону сетчатки которая называется макула и макулярная дистрофия она вызвана мутациями в наборе генов которые могут вызывать и пандистрофию то есть дистрофию всей сетчатки и также есть так называемый витриоретинальный профиль витриум это стекловидное тело это та субстанция которая похожа на мармелад по консистенции это раствор гиалуроновой кислоты по сути который заполняет глаз изнутри и делает так что сетчатка прилежит и не отслаивается если в стекловидном теле возникает воспаление то происходит образование соединительно тканных тяжей которые начинают тянуть сетчатку и отрывать ее так как сама сетчатка очень хрупкая ткань если сравнивать ткань сетчатки с чем-то то она похожа на лист очень тонкой мокрой бумаги которую вот так можно расслоить и расслоение сетчатки такое заболевание тоже есть называется ретина шизис ретина это сетчатка шизис это расслоение корень шизис можно встречать еще в других терминах медицины например шизофрения расслоение сознания помимо изолированных форм глазных заболеваний есть еще и синдромные формы как мы уже знаем и здесь эти кружочки пересечения мутаций в генах можно рисовать до бесконечности но просто чтобы было понимание что помимо глазных заболеваний если мутация в гене вызвана в том случае когда ген находится не только в специфической области фототрансдукции например а допустим в области ресничек и тогда так как реснички содержатся в разных частях тела это и маточные трубы это и бронхи это кишечник и внутреннее ухо и вестибулярный аппарат тогда мутации в комплексе белков которые отвечают за целостность ресничек называется синдромом Барда-Бидля и если вы будете изучать это состояние то вы узнаете что оно характеризуется низким ростом короткими пальцами задержкой умственного развития и отсутствием репродуктивной функции то есть из-за того что маточные трубы не работают должным образом и реснички сперматозоидов не работают то эти люди не могут рожать детей с синдромом Барда-Бидля про синдром Ашера мы уже сказали что это те заболевания которые затрагивают сетчатку ухо и вестибулярный аппарат и они вызваны вот 11 вот этими генами клорин 1 уширин 2 а и миозин 7 а это наиболее частые причины синдрома Ашера который делится на три подтипа первый второй и третий по степени серьезности первый самый инвалидизирующий третий самый легкий по протеканию также есть еще те гены мутации в которых приводят к орофацио дигитальному синдрому здесь в чем прелесть этих всех сложных названий в том что их можно разделять на латинские или греческие корни и понимать в чем что хотели описать исследователи которые присвоили такое название оро это рот фацио лицо дигитус это палец то есть это синдром который затрагивает развитие челюстно-лицевого скелета синдром синьора локена это тоже одна из цилиопатий плюс патология почек потому что ткань эмбриональная из которой развиваются почки схожа с той мезодермой из которой развиваются клетки сетчатки потому что сетчатка развивается из двух листков энтодермы и мезодермы также есть дисплазия ребер вот так называемый SRTD синдром short rib тарацик дисплазия краниоэктодермальная дисплазия то есть нарушение развития черепа и то есть нарушение развития костной ткани при неправильной закладке эктодермы синдром жубера включает в себя также патологию печени и синдром мекеля а также синдром морн который выражается задержкой умственного развития ожирением дистрофии сетчатки и патологии репродуктивной системы и так как мы видим генетика штука серьезная и сложная и в зависимости от того какой ген изменен он может ударить по любой системе органов и очень важно врачу-офтальмологу на приеме когда есть диагноз дистрофия сетчатки то есть человек жалуется на зрение спрашивать и про наличие других проблем это зачастую позволяет на годы сократить поиск причины то есть чем раньше установлен правильный диагноз тем больше надежд на эффективное лечение этот слайд тоже достаточно перегружен поэтому мы здесь просто коснемся того что эти все слайды призваны систематизировать знания о том какие именно гены приводят к какой патологии чтобы обеспечить лечение пациентам поэтому здесь на этом слайде основном основным является то есть я хотела бы чтобы вы запомнили то что разные группы генов влияют на работу разных процессов в клетках сетчатки и глаза в целом то есть есть гены которые вовлечены в фото трансдукцию как мы уже говорили также есть белки которые кодированы генами которые отвечают за правильный метаболизм витамина А а витамин А это ретинол предшественник ретиноля который является инициатором то есть первым звеном который воспринимает фотон гены которые кодируют белки отвечающие за цитоскелет и правильную ее ориентацию помните мы говорили о том что там в соединительной ворсинке клетки сетчатки если она будет слишком ломкой то клетки просто будут ломаться и не будут правильно воспринимать цвет также факторы транскрипции и белки сигнальных путей тоже при патологии вызывают нарушение зрения если это сигнальные пути в глазу рнк и факторы сплайсинга белки которые участвуют в транспорте внутриклеточных белков то есть моторные белки миозин 7а например поддержание структуры ворсина как например комплекс это называется ббс сома то есть те белки которые при мутации вызывают синдром барды бидля ббс барды бидля синдром и собственно те белки которые делают так что клетки правильно устроены и их реснички нацелены нужным образом и происходит перетаскивание дисков фоторецепторов смотрите каждый из этих генов мы держим это в памяти можно поместить на определенный носитель и при мутации у человека в нем заменить так называемый augmentation да то есть мы не смотрим на то что у человека есть сломанный ген мы добавляем правильный ген и есть большая вероятность того что человек будет видеть благодаря тому что мы любой из этих генов можем поместить в зависимости от того какой ген сломан у пациента и вот здесь на этом слайде представлена частота шести наиболее частых заболеваний сетчатки которые могут быть упакованы в один аденоассоцированный вирус и это гены ABCA4 транспорт этот ген отвечает за транспорт энергии в клетках фоторецептора ген уширин 2А ген CF290 моторный белок ген ICE это эмпериональный фактор дифференциации ген катгирин 23 типа белки катгирины обеспечивают склеивание и правильное взаимодействие клеток сетчатки друг с другом поэтому когда клетки не могут правильно общаться при мутации гене катгирина это приводит к серьезным болезням синдрома Ашера то есть 30% случаев генетически обусловленных нарушений зрения вызваны вот этими наиболее частыми мутациями в этих наиболее частых генах и вот здесь справа мы видим что кодирующая последовательность этих генов достаточно большая да то есть 6 почти 7 15 7,5 6,6 почти 10 и 10 то есть это те кодирующие последовательности которые мы хотели бы но в том виде в котором есть не можем упаковать в аденоассоциированный вирусный вектор потому что вопрос на засыпку какая упаковывающая способность аденоассоциированного вирусного вектора кто-нибудь может сказать плохо слышно но я думаю что можете еще раз повторить да правильно так вот смотрите что мы будем делать если у нас вот 30 процентов случаев слепоты 28,5 если быть точным обусловлено мутациями в тех генах которые мы упаковать в аденоассоциированный вирусный вектор не можем какие есть варианты мы сможем сами микрофон носить если кто-то есть кому что сказать просто подойти и взять микрофон есть возможность создать меньшую версию нашего белка который будет меньше очень дуальная доставка да все правильно или использует другой вектор неаденоассоциированный да очень хорошо идем дальше как же мы будем лечить и как доставлять глаз это тоже очень интересная тема и отдельная наука больше практическая и хирургическая ну здесь мы коснемся четырех вернее пяти типов доставки это наружно глазные капли да все мы с этим знакомы и здесь сложность в том что глазные капли они не проникают за роговицу то есть они роговица у нас такой орган который защищает глаз от попадания чего-либо внутрь поэтому капли позволят лечить только переднюю часть глаза есть внутриглазное введение так называемое интроокулярное введение или интравитриальное витриум как мы уже сказали это стекловидное тело которое является собой гиалуроновой кислотой и если мы введем в нее препарат то он будет растворяться в стекловидном теле и доставляться до нужных слоев сетчатки по крайней мере до тех слоев которые прилежат к стекловидному телу есть еще модификация этого метода доставки это параретинальный метод то есть это то же самое что интравитриальный но только иглу заводят максимально глубоко и стараются попасть прям близко к сетчатке осложнения такого метода доставки очевидны потому что иглой можно проткнуть сетчатку и если не в правильном месте сделать инъекцию то сетчатка вздуется как пузырь но этот метод параретинальный он более эффективный чем интравитриальный также есть субретинальный метод доставки суб это с латыни переводится как под а ретина это сетчатка то есть это очень микро или даже нано хирургическая манипуляция и процедура потому что требует введения между сосудистой оболочкой и сетчаткой то есть иглу надо ввести очень точно в определенный слой сетчатки и сейчас тот препарат который зарегистрирован для лечения амаброза либера это люкстурно она компенсирует функцию гена РПЕ65 и этот препарат вводится как раз субретинальным путем и его вводят только очень высококлассные хирурги которые потратили 5-10 лет на освоение этого метода потому что стоимость препарата дорогая и нет права на ошибку то есть есть только один шанс ввести этот препарат именно субретинально также очень привлекательным является системное введение это когда мы внутривенно или внутримышечно вводим препарат который содержит в себе ключики так называемые метафорически назовем их а это рецепторы которые или конфигурацию молекул которые позволят таргетно доставлять это лекарство к нужным слоям и нужным клеткам сетчатки и поэтому я считаю что будущее генной терапии в офтальмологии за системным введением а не субретинальным ну или на крайний случай вот здесь просто более наглядно показано интравитриальное введение и субретинальное введение но более перспективным на мой взгляд является супрахориоидальное введение это чуть более легко хирургу потому что не под сосудистый слой а над сосудистым слоем нужно сделать инъекцию и это сделать намного проще потому что этот слой толстый и он находится прямо под склерой склера это та белая часть глазного яблока которая обусловливает собственно вот то что мы видим когда глаз белый это склера под склерой сосудистая оболочка иногда она просвечивает и мы ее видим если говорить о субретинальных инъекциях то у человека сейчас приблизительно 70% средний уровень успеха такой хирургии то есть у 7 из 10 пациентов удается провести инъекцию в нужный слой сетчатки но здесь очень важным казалось бы этапом является изучение таких препаратов а изучение действия таких препаратов производят на мышах и на глазах мышей сами мыши крохотные а глаза у них еще меньше поэтому чтобы сделать субретинальную инъекцию у мыши требуется просто невероятной силой микроскопа и невероятной точности руки хирурга поэтому процент успеха введения препарата мышам это примерно 5-10% и поэтому так как без этого этапа невозможно получить разрешение у Минздрава на использование препарата то это является достаточно большой технологической трудностью потому что такие мыши довольно дорогие потому что они специальным образом подготовлены и в их сетчатке выключены определенным образом те белки которые при воздействии препарата должны быть компенсированы поэтому если success rate так называемый всего 5-10% после операции то это является технологическим челленджем мне Александр прислал ваши курсовые работы те проекты которые вы будете готовить и вот там есть то есть вы столкнетесь при подготовке этой курсовой работы с тем что вам этот аспект тоже лучше бы учесть в представлении материала поэтому резюмируя вот эту часть лекции сложности при лечении наследственных дистрофий сетчатки они называются в англоязычной литературе IRD Inherited Retinal Disorders это то что они редкие то что вот здесь даже 40% указывают неизвестность диагноза но все-таки больше люди склоняются что уже 30 то есть постепенно эта белая зона то есть серая зона проясняется но пройдет еще какое-то количество лет пока она станет полностью известна большая гетерогенность то есть больше 170 генов у нас мутирует и вызывают заболевания сетчатки и все это конечно же усложняет геноспецифические подходы к лечению и требует персонализированной медицины но несмотря на все сложности как вы видите ученые продолжают изучение этой темы потому что есть люди которым действительно это очень надо очень нужно это примерно миллион человек во всем мире те кому мы можем помочь поэтому и количество публикаций растет и количество исследований растет и количество препаратов прошедших уже стадию proof of concept и выходящих на стадии доклинических исследований кроме аденоассоциированных вирусных векторов применяются другие вирусы это ретровирусы лентивирусы аденовирусы герпес вирусы а также можно применять любые другие вирусы но это все опять же тема отдельной науки которую сегодня мы с вами затрагивать не будем даже есть последние новости о том что хотят коронавирус к этой теме тоже приспособить потому что есть хорошие данные о лечении лимфом после коронавируса итак аденоассоциированных вирусы это те вирусы которые не могут сами размножаться и им обязательно нужны аденовирусы поэтому они называются ассоциированными они безопасны для человека не вызывают болезнь и они очень таргетно и тропно могут доставлять в себе тот генетический материал который человек может в них поместить и есть раздел науки о том как оптимизировать капсиды аденоассоциированных вирусов чтобы они проникали больше в тот или иной слой клеток сетчатки или в разные ткани то есть не только в сетчатку и вот здесь мы видим что верион ААВ2 дробь 1 больше тропин к мышцам к легким и к пигментному эпителию сетчатки если мы меняем сиротип капсида на второй то больше тропность к печени и к мышцам если мы меняем капсид на третий тип то мы нацеливаемся на внутреннее ухо если мы меняем капсид на четвертый тип то мы уже попадаем в головной мозг да то есть видите насколько критично каждая часть и каждый этап разработки терапии в том числе казалось бы да это модификация капсида то есть оболочки этого вируса и это как раз есть тот ключик который позволит в дальнейшем не субретинально а системно вводить препарат чтобы он потом по кровотоку достигал тех тканей и там где он не должен присутствовать он будет проходить мимо и не будет попадать в клетки а в тех тканях которых он должен экспрессироваться по задумке врачей и исследователей он будет сливаться с мембраной клетки и доставляться в нужные части клетки но это немного затруднено благодаря или вопреки гематоофтальмическому барьеру и гематоэнцефалическому барьеру то есть у нас у всех людей есть барьер между кровью и мозгом кровью и глазом это эволюционно такой тип защиты организма от различных токсических факторов чтобы грубо говоря чтобы не было такого чтобы что попало попадало в мозг в глаз и есть барьеры у других органов тоже поэтому здесь опять же вопросы к биологам к технологам как соблюсти тот баланс чтобы доставить нужную молекулу в нужный тип клеток и не вызвать побочных эффектов которые могут возникнуть если у нас в головной мозг попадает то вещество которое для него не характерно то возможен иммунный ответ и иммунный ответ может быть даже более серьезным чем то заболевание которое мы изначально хотели лечить если мы модифицируем капсид пятого типа то мы нацеливаем наш препарат на легкие сетчатку если седьмой то это мышцы сетчатка если восьмой то это печень сетчатка если девятый то это легкие сердца и черные ядра головного мозга почему именно на черных ядрах головного мозга фокусируются потому что это субстанция нигра не мутации в них а дисфункция этих структур вызывает болезнь паркинсона это тремор рук и различные двигательные моторные нарушения наиболее перспективные мишени для генной терапии глазных заболеваний это тот набор генов который представлен на этом слайде это ген РПЕ про который мы уже говорили видите он в практике в медицинской уже доставляется на модификации второго сиротипа аденоассоциированного вирусного вектора но компания которая производит этот препарат люкстурно компания называется Spark Therapeutics они не раскрывают особенности модификации капсида которые они сделали поэтому с точки зрения технологии это довольно интересная и пока еще перспективная сфера но в ближайшие лет пять скорее всего она будет уже полностью этот рынок будет насыщен потому что уже все наиболее перспективные варианты капсидов будут использованы этот слайд больше энциклопедический просто чтобы дать информацию о том что разные диагнозы лечатся разными векторами но мы видим что болезнь которая называется хориоидоремия это болезнь сосудистой оболочки то есть той оболочки которая лежит под сетчаткой и она полностью атрофируется и это приводит к тому что нехватка сосудов нехватка питания самой сетчатки и сетчатка тоже гибнет человек полностью слепнет этот ген CHM расположен на 21 хромосоме ой извините на половой хромосоме на Х хромосоме поэтому это заболевание связано с полом и болеют только мужчины так же как и определенные виды пигментного ретинида тоже ему подвержены только мужчины если ген лежит на Х хромосоме в тех случаях когда на аденоассоциированном вирусном носителе по каким-то причинам не удается доставить ген как например при синдроме Ашера первого типа который вызывается мутациями в гене 7а типа миозина то приходится придумывать что-то другое и вот здесь компания Oxford Biomedica использовала лентивирус с промотором вируса лошадино-инфекционной анемии то есть EIAV промотор и вирусный вектор использован лентивирус но эти исследования столкнулись с достаточно сильной иммуногенностью и это привело к замедлению исследований пока препарат не зарегистрирован несмотря на то что это уже 10 лет как длится Ахроматопсия это последствия мутации в генах ионных каналов помните на слайде с циклом фототрансдукции они были указаны красным цветом это ЦНГ А3 и ЦНГ Б3 и при Ахроматопсии люди полностью не различают цвета и их острота зрения низкая то есть они видят только ШБ в основном только 10% потому что мутации в гене ионных каналов очень сильно влияют на центральную зону сетчатки Ретина Шизис как мы говорили это расслоение сетчатки еще дальше будет слайд как это выглядит вызывается геном РС1 он тоже лежит на Х хромосоме и есть попытки доставки этого рабочей копии этого гена в стекловидное тело то есть интравитриально на втором серотипе и на восьмом серотипе аденоассоциированного вирусного вектора также есть очень распространенное заболевание которое называется болезнью Штаргарта по фамилии описавшего ее офтальмолога который вызывается мутациями в гене АБЦ А4 это транспортер это кассета это четвертая субъедница кассеты транспортера АТФ АТФ байдинг кассет тип А4 Сложность состоит в том что этот ген тоже длинный и не упаковывается в аденоассоциированный вирусный вектор а дуальную доставку эти исследователи делать не хотели потому что сборка производится недостаточно эффективно то есть всего 30% от вводимого препарата собирается потом в нужный конструкт поэтому также был применен этот лентивирус с промотором лошадиной инфекционной анемии и тоже эти исследования пока до применения в клинике не дошли но очень много людей поверьте мне ждет когда будет лечение для мутации этого гена потому что этот ген мутирует очень часто и примерно 70% вообще всех людей являются носителями мутации в этом гене то есть это означает как мы вчера говорили про рецессивные заболевания что если двое здоровых людей встречаются то вероятность 1 на 3000 что у ребенка будет проблема с центральной зоной сетчатки и это будет неизлечимо на сегодняшний день и это называется диагнозом болезни Штарберта поэтому пожалуйста светлые умы будущего придумайте что-нибудь уже очень нужно чтобы функцию этого гена можно было восстанавливать ну и различные виды мавроза либера они могут быть вызваны мутациями в гене РПЕ65 это тот белок который имеет массу 65 килодальтон и он транспортирует он участвует в зрительном цикле восстановления ретинола а также ЭЛ-РАТ это лицетин трансфераза лицетин ретинол ацил трансфераза это тот фермент который также восстанавливает ретинол в зрительном цикле эта часть лекции достаточно большой биохимический пласт содержит поэтому действительно очень сложно воспринимать материал и я рада что будем приоткрывать эту часть знаний потому что она с практической точки зрения очень-очень востребована сейчас здесь чуть-чуть мы отвлечемся от глаз и на данном слайде представлен пример и попытки доставки различных агентов не только работающих копий генов как при аденоассоциированный вирусной векторной терапии а также можно доставлять систему с помощью аденоассоциированных вирусов которая будет чинить непосредственно в нужном месте ту ДНК которая есть у пациента то есть не добавлять правильную копию гена а чинить ну допустим с помощью CRISPR-Cas системы ту ДНК которая есть у пациента и вот здесь указаны на слайде различные виды аденоассоциированных вирусных векторов и сиротипы для доставки в мозг для доставки в мышцы в сердце в легкие и печень это наиболее частые мишени которые нужно таргетировать так как у вас будет PDF-версия этой презентации то потом вы можете подробнее рассмотреть какие именно сиротипы в каких случаях применяются ну чтобы не быть однобокими давайте мы коснемся той тех подходов которые обходятся без носителей то есть без векторов и как вариант без вирусных векторов и например так как болезнь шторгов очень частая болезнь то уже как только не пробовали ее лечить и в том числе без вирусной доставкой просто самого самой длинной последовательности гена АПЦА4 с помощью самоформирующихся липидных наночастиц так скажите пожалуйста у нас уже скоро время подойдет к концу но я могу рассказать более подробно и про те новые методы лечения которые будут применяться в офтальмологии с помощью аденоассоциированных вирусных векторов поэтому давайте тогда мы с вами еще разберем минут 5-7 и я тогда после после этого буду готова ответить на ваши вопросы хорошо договорились не вижу все уснули договорились хорошо так давайте чуть-чуть поговорим о практической части работы клинициста и то что ожидают пациенты и врачи от развития этих технологий и мы видим что за последние 5 лет с 16 по 21 год несмотря на пандемию а может быть даже благодаря пандемии потому что изучение вирусов за последние 2-3 года колоссально возросло из-за того что нужно бороться с коронавирусом поэтому различные методы доставки в том числе офтальмологических препаратов вот вот сейчас видите 80 исследований ой так сейчас да 80 исследований находятся в первой фазе хотя 5 лет назад это было 15 исследований пигмент сетчатки это то что хоть чуть-чуть осталось у пациента это так скажем агональная агония сетчатки и чуть-чуть центральной зоны еще осталось то есть 2-3 центральных градуса а все что по бокам видите это называется костная тельца это пигмент который должен защищать фоторецепторы сетчатки он диссоцирован и он вместо того чтобы быть под сетчаткой уже выщелачивается на поверхность сетчатки далеко зашедшей стадии и например раньше невозможно было добиться расширения полей зрения с помощью лечения а сейчас так смотрите меня видно а тут солнце а сейчас с помощью различных препаратов вот это данные клинического исследования у людей восстановление функции гена РПГР который приводит к применному ретиниту мы видим что если лечить препаратом а не стандартной терапией если лечить генотерапией а не стандартной поддерживающей терапии то вместо снижения сужения полей зрения мы видим желтые точки это те зоны сетчатки которые раньше были неактивны а через два года после лечения стали активными и это очень хороший результат это дает надежду многим людям что из зоны тени так называемые полумертвые клетки сетчатки все-таки начинают работать через два года после генной терапии есть такой метод исследования у офтальмологов это как ЭКГ только проверяют сетчатку электроретинография и здесь на слайде мы видим что клетки сетчатки практически не отвечают на стимуляцию то есть у них потенциал действия практически нет минимальный а через несколько месяцев то есть через год после лечения клетки сетчатки начинают снова реагировать также после генной терапии улучшается и цветовосприятие это метод Q который уточняет как человек воспринимает цвета и через два года после лечения мы видим что человек с ахромотопсией мутации гене ЦНГ А3 или В3 начинает видеть лучше цвета вот так выглядит срез сетчатки это оптический срез сетчатки при ретиношизисе то есть сетчатка расслаивается вот здесь должно быть ровненькое правильное строение слоев сетчатки а из-за того что есть оводнение и вакуолий между слоями сетчатки то человек очень плохо видит в этой зоне и поэтому если применять генную терапию rs1 этот белок называется ретиношизин это как межклеточный клей то сетчатка снова склеивается и острота зрения может кратно повышаться у человека здесь приведены на таблице дозировки которые чаще всего применяют в офтальмологии и как вы понимаете они значительно меньше чем при лечении мышечной патологии потому что глаз меньше чем мышца и поэтому препарата физически нужно меньшее количество и это является очень хорошим фактором потому что сейчас технология производства такого препарата очень трудоемко если мы говорим о наработке количества таких молекул ВГ это вирусных геномов содержащих нужный в себе ген поэтому офтальмология здесь в приоритетах потому что необходимо мало препарата и он может покрыть всю потребность глаза в лекарстве чем лечение мышечной дистрофии например дюшена так давайте мы остановимся на этом слайде и это как манифест я его полностью зачитаю благодаря скоординированным усилиям пациентов исследователей исследовательских учреждений которые дают гранты и бизнеса то есть тех компаний которые занимаются разработкой лечения а также после многих лет доклинических биохимических клеточных доклинических исследований биохимических клеточных и животных моделей сейчас есть надежда вылечить ранее неизлечимые глазные заболевания путь к терапии был открыт в 2017 году началом применения препарата люкстурна который лечит одну из форм врожденного маброза ливера вызванную мутациями в гене РПЕ65 в некоторых случаях иммунные реакции на векторы продолжают возникать ограничивая эффективность препаратов то есть даже несмотря на то что аденоассоциированные вирусные векторы имеют низкую иммуногенность они все равно у некоторых пациентов вызывают иммунную реакцию и вызывают образование вторичных антител на ААВ и естественно иммунная система реагирует на этот препарат и нейтрализует его нейтрализующие антитела так называемые и поэтому мы бы хотели помочь человеку но иммунная система не дает препарату работать потому что она его блокирует основные механизмы воспаления требуют дальнейшего изучения и необходимо разработать новые векторы ограничивающие иммунный ответ исследователи изучающие методы лечения глазных генов и клиницисты набирающие пациентов в клинические исследования должны осознавать текущее ограничение этих методов лечения чтобы правильно управлять ожиданиями и избегать разочарований но мы считаем что генные методы лечения находятся на пути к успешному и широкому их использованию для лечения наследственных глазных заболеваний все не так просто но если стараться то лечение будет сделано благодарю за внимание и давайте вопросы если они есть спасибо очень приятно без микрофона Саш не слышно Могу выключить демонстрацию экрана демонстрацию у меня такой вопрос возможно я прослушал за что конечно извиняюсь а подход в замене дефектного гена я не совсем понял мы вырезаем дефектный ген и вставляем в здоровье либо мы ну как бы не трогаем дефектный ген просто вставляем в работу спасибо что вы подняли эту тему я этого подробно не касалась но это очень важно слушайте у нас такое солнце вот так есть очень много разных типов болезней при доминантных болезнях если мы внедрим правильную копию гена то это не поможет вылечить ее потому что неправильная копия гена будет продолжать работать и формировать ущербный белок который зачастую токсичен это случай доминантных болезней в случае рецессивных болезней большая часть дистрофии сетчатки является рецессивным если мы просто не будем трогать и оставим в покое мутантную копию ДНК то с нее обычно синтезируется тот белок который распадается сам по себе и не является функциональным поэтому мы просто добавляем правильно работающую копию гена и оставляем в покое ту копию гена которая у человека неправильно работает не ответила на вопрос а мы можем например не вставлять целый ген а если у нас экспрессия правильного гена она низкая ну то есть она не подпевает потребность в белке мы можем просто ставить более сильный промоутер тем самым увеличив экспрессию компенсируя правильное количество эффектов например который не аноксичен и мы просто увеличим экспрессию правильно именно это и делают да ответ да да ответ да это спрашивает тема представьте что вы поставите какой обстроить блок а еще то и туда и строить какую написан ну вот смотрите я остановила пока слайды но есть тот слайд где мы с вами рассуждали об адресной доставке там озвучиваются и тканеспецифичные промоутеры и главное чтобы они вставали в нужное место не вызывая активность например протоонкогенов чтобы не вызвать рак есть еще варианты на самом деле не варианты отключусь иногда реперс можно отыграть что реперс генов ошибок взяли и работали генов он начинает фиксироваться больше чем положено это ну я не знаю какие случаи но можно так положить что это может вызвать тромболы будет слишком много его и мне это тут нерегулировать проект и в этом случае есть подходы встраивания я уверена что этим занимаются но надо узнавать сейчас актуальное состояние исследование в этой теме в этой теме давайте еще попросить кто лучше попросить реперс спасибо большое очень интересно у меня такой вопрос не очень умный как проводятся клинические испытания пациента очень правильный вопрос и грамотный глаз парный орган и это еще одно из доказательств прелести его потому что парный глаз можно использовать в качестве контроля но на самом деле все очень индивидуально все очень индивидуально и зависит от дизайна исследования например люкстурну колят в оба глаза но на моменте клинических испытаний его кололи в один глаз сейчас пациентам колят его в оба глаза да 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 нет на самом деле это все очень обусловлено жизненным практическим опытом потому что это скорее не то что не этично а это вопросы безопасности потому что например просто была такая трагичная ситуация в мире офтальмологов лет 15 назад когда конечно не заболевание сетчатки лечили а просто простую катаракту удаляли сейчас это уже рутинная операция и из-за того что хирурги делали операции сразу на оба глаза а раствор оказался зараженным синегнойной бактерией палочкой то эндофтальмит воспаление глаза у людей развился на обоих глазах и некоторые ослепли от такой казалось бы простой операции поэтому исключительно в целях безопасности серьезные и тяжелые операции на глазу делаются не одновременно то есть если вдруг что-то случится чтобы хотя бы один глаз остался а ну что вопросов на наших проектов вот у нас полагается реализм решения введения фотосчатку некоторые там более простое тепловидное тело кто в россии вообще это может сейчас делать саму операцию протокативов 1 2 3 я сейчас просто приведу пример буду говорить про компанию таблину одя регенерация да возрастная макулярная регенерация связано просто возрастает на посудах и как и посуды похода этот терапинолог в ростосудах у нас антирект непаратов и проводили топнические исследования на обезьянах Которых нужно было проколоть, когда это контролирует, это объекция более простой И нужно было проколоть препаратом и укулов Просто, чтобы деблокироваться способом, и предполагалось, что это нужно делать месяц Проблема была не то, что препарат был не эффективен, а то, что вся бельяна после него неудачная операция Вот, если мы рассчитываем на то, что деблокирование, то пациент, фактически есть специалисты, которые способны на такие уиквы в том регулярных положениях Россия славится левшой, который может подковать блоку Поэтому я могу точно сказать, что люди есть, и я могу сказать, что за последний год ситуация еще изменилась Саша, с того момента, как мы с тобой это обсуждали Институт Гельнгольца объявил о том, что они полностью готовы к тому, чтобы колоть препарат люкстурно в России российским пациентам Есть ретинальные хирурги, которые на этом специализируются И они, как я уже говорила, 5-10 лет опыта нужно в витриоретинальной хирургии в целом Чтобы уже чувствовать, где какой слой сетчатки Ну а сначала есть, кстати, вот кадр тоже в той презентации, которую вам Александр вышлет в PDF Там будет фотография, потому что она более полная, которая визуализирует симулятор для хирургов, чтобы учиться делать такие субретинальные инъекции Поэтому, да, будут Хорошо, соберись спокойно А по поводу исследования животных, как колоть эти мыша? Я это озвучила, да, в лекции Ну вот, смотрите, если у вас образовательные модули Если когда-то мы дойдем до таких образовательных модулей в Сириусе до клиники То, может быть, дойдем и до уколов мышам И молодые руки, зоркие глаза увидят, куда им там надо колоть Я уверена, что этим занимаются, но надо узнавать сейчас актуальное состояние исследований в этой теме Давайте еще попросим, кто лучше попросил, попросил проектора Спасибо большое, очень интересно У меня такой вопрос, который не очень умный Как проводятся клинические испытания, то есть глаз жива и фиксурованными? Она же выводится инфекционно, а как и этот глаз К клинические испытания пациентам, мы говорим, то есть в стороне не будет оба глаза, не вводить, а входит Очень правильный вопрос и грамотный глаз парный орган И это еще одно из доказательств прелести его Потому что парный глаз можно использовать в качестве контроля Но на самом деле все очень индивидуально и зависит от дизайна исследования Например, люкстурну колят в оба глаза Но на моменте клинических испытаний его кололи в один глаз Сейчас пациентам колят его в оба глаза Да, 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 нет, на самом деле это все очень обусловлено жизненным практическим опытом Потому что это скорее не то, что неэтично, а это вопросы безопасности Потому что, например, была такая трагичная ситуация в мире офтальмологов лет 15 назад Когда, конечно, не заболевание сетчатки лечили, а просто простую катаракту удаляли Сейчас это уже рутинная операция И из-за того, что хирурги делали операции сразу на оба глаза А раствор оказался зараженным синегнойной бактерией Палочкой То эндофтальмит, воспаление глаза У людей развился на обоих глазах И некоторые ослепли от такой, казалось бы, простой операции Поэтому исключительно в целях безопасности Серьезные и тяжелые операции на глазу делаются не одновременно То есть, если вдруг что-то случится, чтобы хотя бы один глаз остался Серьезный вопрос Серьезный вопрос Слушай, вопрос о наших проектах Вот у нас предполагается для одесских решений введения фотосчатку Некоторые, которые более простоят, поливное тело Кто в России вообще это может сейчас делать? Саму операцию? Какие-то такие функции? Один, два или три? Я сейчас просто приведу пример Буду говорить про компанию Если мы понимаем, как умер оттенок АМД Дегенерация Да, возрастная и макулярная дегенерация Скажем, что возрастает микрососудок, микрососудок И там на этих подходах Это вот в такой школе блок Рососудок То есть, вот Нужно было проколоть препаратом и укуловым препаратом и укуловым препаратом. Проблема была не то, что препарат был не эффективен, а то, что вся бельяна после него неудачного операции. Если мы рассчитываем на то, что будет видеть на клинике пациентов, то, что фактически есть специалисты, которые способны на такие укуловые препаратом и укуловые препараты. Россия славится левшой, которая может подковать блоку. Поэтому я могу точно сказать, что люди есть. И я могу сказать, что за последний год ситуация еще изменилась. Саша, с того момента, как мы с тобой это обсуждали, Институт Гельнгольца объявил о том, что они полностью готовы к тому, чтобы колоть препарат люкстурно в России российским пациентам. Есть ретинальные хирурги, которые на этом специализируются. И они, как я уже говорила, 5-10 лет опыта нужно в битреоретинальной хирургии в целом, чтобы уже чувствовать, где какой слой сетчатки. Ну а сначала есть, кстати, вот кадр тоже в той презентации, которую вам Александр вышлет в PDF. Там будет фотография, просто она более полная, которая визуализирует симулятор для хирургов, чтобы учиться делать такие субретинальные инъекции. Поэтому, да, будут. Я это озвучила, да, в лекции. Ну вот, смотрите, если у вас образовательные модули, если когда-то мы дойдем до таких образовательных модулей в Сириусе, до клиники, то, может быть, дойдем и до уколов в мышам. И молодые руки, зоркие глаза увидят, куда им там надо колоть. Ну просто это действительно нетривиальная задача, но не невыполнимая. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. На связи тогда. Мы приходим на аппет. Приятного аппетита. Спасибо.